впервые заехали на предприятие подобного рода никогда ничего подобного не видел мало того это еще и за полярным кругом где казалось бы никакой жизни нет так опять северный пушной зверек а оказывается вот такое построено такое накопано размеры циклопические автомобили циклопические все такое огромное очень интересно отрадно что наши люди работают везде и всюду не только отдыхают в турции но еще и пользу родине приносят самых казалось бы неблагоприятных местах почет и уважение длитрий юрьевич вы же у нас один можно сказать из патриархов отечественного интернета и собственно занимались блоггингом и видеоблоггингом когда есть лофта таких не было насколько я понимаю да сейчас все это получил очень большое развитие мы тоже здесь не отстаем тоже все перешли в интернет скажите пожалуйста вас есть какие-нибудь мысли по поводу будущего вот российского сегмента интернета будущее по поводу того как будет выглядеть медиа в этом интернете как конкурировать друг с как продвигать свои продукты у нас достаточно большое количество информационных ресурсов нам всем было бы интересно знать ваше мнение по этому поводу угадать достаточно сложно я не ванга и так сказать прогнозировать будущее не возьмусь ну то что видно лично мне в настоящий момент все эти стандартные крики как когда-то про телевидение умрут газеты умрут театры умрет кино кругом будет одно телевидение то же самое повторяется сейчас все опять умрет и вокруг будет один интернет а в нем будут сидеть талантливые блоггеры и радовать нас каким-то безумно прекрасным контентом считаю что это все глупость то есть например на телевизионных каналах работают огромные коллективы профессионалов специально обученных подготовленных людей которые выдают продукт настолько отличного от блогеров качества что даже сравнивать смысла нет мне кажется она просто кажется ключевое слово что она просто побьется на кусочки каждый займет свою маленькую нишку то есть если человек хочет что-то делать самостоятельно никаких проблем нет девочки которые учат других девочек как правильно покрасить ногти нанести румяна и подобрать помяк помаду у них там по пять миллионов подписчиц хорошо это или плохо на мой взгляд замечательно что есть такая ниша в рамках которой девочки могут научиться выглядеть лучше мальчики например интересуются токарными станками автомобилями и прочее то есть например если бы вы как мне кажется делали ролики про то как устроен автомобиль белаз что он делает какие на нем проводятся ремонтные работы почему и зачем например как разбортировать колесо на белазе я бы посмотрел обязательно я когда-то на грузовиках работал как и что делать мне было бы очень интересно ну и в итоге на мой взгляд то есть огромные эти творческие коллективы они естественно будут иметь большую часть аудитории но это никак не мешает маленькому блогеру добиться популярности и так сказать привлекать внимание к тому что он делает рецепты всего этого на мой взгляд достаточно примитивные во первых надо уметь любой предмет интересно преподнести это раз а во вторых нельзя останавливаться на каком-то там одном двух-трех гениальных выпусках надо долбить как дятел то есть должно быть расписание регулярность выхода тогда формируется аудитория которая в дальнейшем растет привлекаешь внимание больше рекламы больше денег больше а деньги дают возможность делать еще больше интересного контента доставлять но вы сами как вот корифей и патриарх вы вас не поджимают вот эти все мальчики и девочки с селфи палками которые бегают и выкладывают что-то нет никак вообще ну я повторюсь что она давно уже разделилась на такие сектора и сегменты кому-то интересно например вот есть новость да кому-то интересен сиюминутный момент вот вот сейчас дайте мне сейчас вот что-то произошло чтобы 3 секунды через три секунды это у меня было чем интернет собственно и силен а другим интересно например некие аналитические программы ну вот что-то случилось в понедельник а к субботе там умудренные мужи уже все взвесили прикинули определили расклады и выдали то сказать резкое мнение вот мне больше интересно второе не прыжки из углового ну кто-то бьется там а я вот конкуренции нет никакой не ощущаю оно все находится в периоде становления и то есть не охваченных территорий такое количество конкуренция бывает только когда делят рекламные бюджеты вот там да там это сильно заметно все норовят друг другу горло перегрызть но это уже за деньги к информации никакого отношения не имеет